Звездное небо Великающие метеоры Или супер важнейшие явления Появления геомет Мы всегда придадемся Глубоким философским размышлениям О том, как же устроен мир И мне кажется, что Развитие науки всегда На мой взгляд Преследовало очень важную мысль Связанную с формированием Мировоззрения в данный момент времени Очень часто, как я тут поразмышлял Вот эти процессы Особенно актуальны На изломе столетий и тысячелей Нам с вами крайне повезло Что вы как раз застали это время И вот развитие многих естественных наук И, конечно, прежде всего Центральной науки естествознания и физики Позволило нам Получить новейшую информацию О мегами О макромир Это позволяет нам Получать новые вещества Открывать новые явления Которые будут делить продолжение В техническом приложении И можно прогнозировать Будущее человечества В конце концов При этом не надо забывать Что наука является Собирующийся не призыв Так что Значит, я хотел бы Вот Теперь приступить непосредственно К теме Моей лекции Я полагаю, что целесообразно Было бы Обратить ваше внимание На то, как развивались события В момент большого взрыва Когда Произошла вот эта самая Всеверная Проследить хронологию Создания Атомов Молекул Звезд А затем планет А затем сверхновых И понять, что Вселенная непрерывно Расширяется И в последних 6 миллионов лет Она расширяется Ускоренно Все это чрезвычайно интересно И мне представляется, что Вот после этого Я полагаю, что было бы Целесообразно Затронуть Информацию о нашей Солнечной системе То есть Той системе В которой мы с вами Находимся Вот Если вы не возражаете Против такого Построения Моего сообщения То я хотел бы Приступить Непосредственно Я должен заметить Что Представления О Вселенной Значит До 30-х годов Прошлого столетия Были достаточно Стабильны Несколько Эту стабильность Поколебали Работы Эйнштейна Связанные С общей теорией Относительности Но вы знаете Всегда полагалось Что Вселенная Существовала Вечно И будет Существовать Вечно Что Пространственно Временной Континиум Не претерпевает Никаких изменений Вот Но Вот В 1929 году Было обнаружено Очень интересное Еврея Связанное С разбеганием Галактики Дело в том Что Вам известен Исфийский Закон Дока И вы знаете Что когда Удаляется Источник Излучения Волнового Излучения То длина Волны Увеличивается Так вот Оказалось Что у дальних Галактик Длина Волны Смещается В максимуме Излучательной Способности В область Красного Спектра И поэтому То есть В область Длинных Волн И отсюда Был сделан Вывод Уважаемые Коперечного Размера Обычно Взрыв В дальнейшем В дальнейшем В дальнейшем Название В период Инфляции И Должен Сказать Что первоначально Когда Вот в первые Мгновения Это где-то 10 в минус 41 степени Секунды Значит Четыре Фундаментальных Взаимодействия Они Образуют Так называемую Стандартную Модель Значит Все четыре Фундаментальных Взаимодействия Были объединены Единым Полем Единым Взаимодействием Но вдруг Ни с того Ни с сего А Кстати Что туда Входит Туда входит Гравитационное Электромагнитное Слабое И Сильное Взаимодействие Напомню Что сильное Взаимодействие Происходит В ядре Обеспечивающем Связь Между Нуклонами Слабое Взаимодействие Происходит При Самопроизвольном Испускании Альфа Бета Гамма Частиц И так далее Электромагнитное Излучение Вам понятно Что там Происходит Ну и Значит Гравитационное Взаимодействие Связано С Гравитационным Взаимодействием Масс В рамках Ньютоновых И Эйнштейновских Представлений Так вот Единый Так сказать Характер Взаимодействия Стал Рассыпаться Первым Как я уже говорил Отпочковалось Гравитационное Взаимодействие И остались Три Остальных Процесс Происходил Почти Мгновенно И Вы представляете Практически Сразу же Образовалась Кварглюонная Плазма И перед этим Возникшее Хиггсовское Поле Которое Возникло Образовалось За счет Значит Выхода На Если можно так Повериться Базона Хиггса Этот Базон Сообщил Массу Частиц И Вот Эти Значит Кварки Которые Представляют Собою Составные Части Нуклонов То есть Протонов И нейтронов Значит Не могли Взаимодействовать Так как Была Колоссальная Температура В несколько Миллиардов Градусов Было Колоссальное Давление И Только Через 100 секунд Эта Ситуация Стала Охлаждаться Уже Вселенная Распространилась На Миллиарды Цветовых Лет И Вот Эта Вот Значит Кварклюонная Плазма Царствовала В это В это Время И Занимала Вот Это В виде Горячей Плазмы Вот Это Пространство Затем В процессе Значит Расширения Вселенной Эта Плазма Охлаждалась И В конечном Счете Где-то Через 100 Секунд Это Охлаждение Привело К тому Что Кварки Стали Взаимодействовать Друг С друг Надо Вам Сказать Уважаемые Коллеги Что Взаимодействие Этих Частиц Которые Входят В состав Муклона Не Может Быть Кулон И Как Было Установлено В дальнейших Исследованиях Значит Эти Взаимодействия Сочетаются С помощью Переносчиков А Переносчиками Оказались Глюоны Это Истинные Фундаментальные Частицы У которых Нет Внутренней Структуры Как Мы Думаем На сегодняшний день Вот В этой Связи Очень Сложно Назвать Протоны Нейтроны Элементарными Частицами Потому Что У них Есть Внутренняя Кварковая Структура А Вот У самих Кварков Нет Этой Структуры И У самих Глюонов Которые Являются Переносчиками Этих Взаимодействий В протонах И Медронах Тоже Нет Внутренней Структуры И Вы знаете Оказалось Что У каждого Одного Глона Имеется Три Кварка И Я Можем Сказать Что Несмотря На то Что Сейчас Открыто Более Шести Уже Кварков И Даже Анти Кварков Такое же Количество И Все Такие Основные События В начальной Стадии Развития Вселенной Развивалось Посредством Вот Этих Двух Кварков Это Верхний И Нижний Кварк В зависимости От Их Комбинации Можно Было Получить Соответствующую Ситуацию Итак Уважаемые Коллеги Вот Эта Ворвленая Плазма Через На сотые Секунды Стала Потихонечку Остывать И Ее Температура Стала Миллиард Градус Эта Температура Уже Позволяла Включиться Обменным Зимодействием И стали Образовываться Протоны И Нейтроны Проходит Еще Несколько Мгновений И мы Наблюдаем С вами Возникновение Атомов Водорода Гелия Причем Вы знаете Доминирующим Элементом В то время Был Безусловно Водород Потому что Его образовать Очень легко Один Лептон В роли которого Выступает Электрон И дальше Вот это Трикварка Который Формирует Протон Таким образом Стало Образовываться Атомы Водорода Одновременно Образовывалось Какое-то Количество Атомов Гелия И в конце Концов Значит Гравитационные Силы Настолько Возрастут Что они Начинают Доминировать Над температурным Воздействием И тогда Начинает Образоваться Уже Атом Происходит Образование Атомы Атомы Оперативы И в конечном Счете Через Примерно 200-300 Миллионов Лет Всего Лишь 200-300 Миллионов Стали Образовываться Первые Звезды Эти первые Звезды Имели Различную Массу Состояли Они В основном Из водорода Как Впрочем Наше Солнце И Из Гелия И вот Шли Вот эти Процессы Эти Глубинные Процессы Приводили К тому Что Внутри Этих Звезд Стала Сильно Повышаться Температура И тогда Когда Она Достигла Порядка Миллиона Градусов То есть Простите Десяти Миллионов Градусов Стал Происходить Так Называемый Термоядерный Синтез Когда Атомы Водорода Значит Объединяясь Стали Формировать Скажем Дейтери Тринити И Взаимодействие Дальнейшее Приводило К образованию Интенсивному Образованию Гелия И таким образом Получились Водородно Гелевые Вот эти Звезды Они имели Разные Габариты И разной Массы Вот Когда Речь идет О Больших Габаритах Звезд То Внутреннее Давление В них Чрезвычайно Нелегко И вы знаете В них Водород Выгорает Существенно Быстрее Чем Скажем Белых Камель Это Более Мелкие Звезды Для сравнения Скажу Что Наше Солнышко С вами Относится Так называемым Желтым Камель Есть Есть Звезды Существенно Больше Есть Звезды Достигающие Пяти Миллиардов Массов Солнце И безусловно Имеющие Большие Габариты Так вот Я вам Хочу Сказать Что Время Жизни Больших Звезд В среднем Составляет Порядка Двух Миллиардов Я имею Ввиду Под Годами Это Годовое Обращение Земли Водород Солнце И вот По истечении Этих Двух Лет Происходит Так называемая Вспышка Или взрыв Так называемый Сверхновой Звезды Это Происходит Обычно В тех Случаях Когда Масса Вот этой Звезды Или масса Соединившихся Небольших По размерам Массе Звезд Составляет Более 1,8 От массы Солнца И таким Образом Появляется Взрыв Сверх Ну Они Сопровождаются Колоссальными Давлениями А эти Давления Еще Более Интенсифицируют Термодинамический Синтез И в результате Начинают Появляться И другие Элементы Другие Элементы Доходя До Железа Атомов Железа И так далее И так далее И включая Многоэлектронный Атом Но я вам Хочу заметить Что в результате Взрыва Этих Сверхновых Звезд Вот эта Освободившаяся Масса Представляла Собой Такое Поюбидное Облако В котором Как раз Присутствуют Очень многие Элементы И они Послужили Основой Для создания Планетных Систем Замечу Кстати говоря Что наша Солнечная Система Произошла От двух Белых Карт Один Чуть Чуть Побольше А другой Поменьше И вот Который Поменьше Одолел Того Который Побольше Перекачал В себя Его Массу Его Вот это Плазменное Состояние И в результате Возникла Возник большой То есть Спышка Сверхного И из Получившиеся Были Получились Наши Планеты Кометы Метеоры Вот Метеориты И В том числе И наше Солнце Так что Прародителем Нашей С вами Жизни Явились Вот эти Два Белых Карт И до сих Пор Мы В качестве Полезных Искобаевых Потребляем То Что Получилось В результате Вспышки Взрыва Вот этой Сверховой Дальше Я Не хотел бы Продолжать Идею Касающуюся Солнечной Системы Потому что Мне Представляется Что О ней Лучше Поговорить Подзанок Потому что Тут Есть Очень Ряд Интересных Нюансов С которыми Я вас Хотел Познакомить Без Отрыва Тазначного Вектора Моего Изложения Я бы хотел Продолжить Процедуру Образования Нашей Сибири После того Как образовались Звезды Как я уже Сказал Это Где-то В районе Несколько 300 миллионов Лет Стали В дальнейшем Образовываться Галактики Это Скопление Взрыва Причем Вы знаете Есть Внутренние Ощущения Того Что Программа Образования Вот этих Галактик Была заложена Как мне Представляется Еще До Большого Взрыва Там Была Неоднородная Структура Вот в этом В этом Так сказать Супер Маленьком Ядре И вот эта Неоднородность Проявилась Как раз При формировании Вот этих Галактик В среднем В частности Мы с вами Входим в Галактику Вы ее всегда Можете наблюдать В безумную ночь Это вот Эта Буманность Которую Мы называем Влеченым путем Здесь Фантазия Могут Навиваться Потому что Если посмотришь В телескоп То каждый Пиксель Вот этого Тумана Является Самостоятельной Звездочкой Здесь Очень много Увлекательного Интереса Я должен Сказать Что таких Галактик Образовалось Очень много Я Не побоюсь Этого слова Я Хотел бы Назвать Несколько Миллиардов Таких Галактик И они Все Конечно Разные По величине Ближайшая К нам Галактика Находится В созвездии В созвездии Андромеды Ее можно Даже наблюдать Опять-таки В безглубь Ночь Это созвездие Андромеды Там Имеется Вот такая Спиралевидная Значит Туманность И если В наш В наш Млечный Путь Входит Порядка 200 Миллиардов Звезд То там Эта Цифра Достигает Значений 400 450 Вот видите Уважаемый Галактик Я должен Сказать Немножечко Забегая Вперед Что Согласно Современным Представлениям Средний Около Каждой Звездочки Находятся По одной Планете Вы понимаете Что у нашего Солнышка 8 планет Есть Значит Звезды У которых Переваливает Число Планет Из-за десяток Но есть звезды Без планет Их Кстати говоря Не очень много Так что Вот такая Интересная Ситуация Наблюдается Я должен Сказать Что В тех Случае Когда Взрывается Мощная Звезда Вот Привышающая Существенно Наше Солнышко И происходит Вот эта Вспышка Сверх Новой Звезды Выделяется Колоссальное Количество Энергии Из которых Получаются Планетные Системы Межзвездные Пыль И так далее И так далее И так далее И так далее Но внутри Остается еще Колоссальное Количество Атомных Ядов И во время Вспышки Давление Достигает Плотность Приводит Возникновение Мощнейшего Гравитационного Поля И идет Притяжение Всего Сущего В это Гравитационное Поле Там где Находится Вот эта Супермасса Суперплотность И Вот эта Звезда Превращается Таким образом В черную Дыру Вот эта Черная Дыра Обладающая Колоссальным Гравитационным Полем Как правило Находится В центре Всех Известных Нам Галактик И в том числе Наша Галактика Тоже не является Исключением Нам просто Очень сложно Видеть Эту Черную Дыру В нашей Туманности Влечного Пути Потому что Она скрыта Вот этой Космической Пылью Мы Не можем Наблюдать Единственное Что мы можем Сделать Это Наблюдать Значит Вот Значит Изменение Угловой Скорости Вращающихся Значит Звезд Вокруг Этого Центра Но Замечу Что в Туманности Андромеды Этот Центр Хорошо Виден И поэтому Проблемы Черную Становится Уже Совершенно Разгадан Как мне Представляется Но вы Знаете Бывают Всякие Ситуации Иногда Вот это Супергравитационное Поре Приводит К Приводит Таким Черным Дырам Что Там Коллапсируется Излучение И все Свет Лучи От далеких Звезд Тоже Коллапсируется Идет Коллапс Энергии И в Конечном Излучение Которое Ориентировано Вся Биологическая Культура И к такому Выводу Что Вот эти Разбегающиеся Галактики Получают Мощное Ускорение И сейчас Это Хозяйство Все Стало Ускоряться И это Красное Смещение Интерсифицируется Таким Образом Получается Что Завтра Это Ускорение Я Должен Обратить Ваше Внимание На то Что Нечто Подобное Наблюдалось В момент Большого Взрыва То есть Там Тоже Было Ускорение Затем Несколько Миллиардов Лет Вселенная Чувствовала Себя Спокойно И Шло Равномерное Ускорение По всем Напородам И Вдруг Это Где-то Порядка Пяти С Половиной Миллиарда Лет Началось Вот Это Ускоренное Движение Это Факт Ускоренного Движения Установлен И За Это Уже Получена Нобелевская Премия Как Мне Представляется В этом Году По Физе И В Этой Связи Я Хочу Обратить Ваше Внимание На То Что Поскольку Вы все Изучали Физику В школе И Значит В нашем Вузе Понятное Дело Что Ускорение Можно Получить За счет Действия На некоторую Массу Некоторую Силу Некоторую Некоторую Силу И Тогда Встает Вопрос А Какая Сила Противодействует Притяжению И Стимулирует Ускорительное Движение В Антипараллельном К Центру Большого Взрыва Направлений Я думаю Что Этот Вопрос Вполне Закономерен И Вы Понимаете Что Он Завтра Неспроса Начались Поиски Вот Этой Таинственной Химии Которая Выполняет Фактически Антигравитационные Функции Потому Что Еще Проще Предположить Модель Пульсирующей Вселенной Произошел Взрыв Но Гравитация Стягивает Обратно Расходившиеся Фрагменты Галактики И так далее И в конечном Счете Опять Схлопывается В Сингулярные Точки И тогда Понятно Откуда Взялась Эта Сингулярная Точка Потому Что Мы Совершая Возвратно Поступательное Движение Вернулись В эстонной Плате Но В данном Случа Вот Вот это Ускорение Не вписывается В эту Простейшую Модель И тогда Решили Ввести Новый Термин Новые Понятия Понятия Темной Энергии И Темной Массы Вы знаете К этому Выводу Можно прийти Анализируя Известный Закон Сохранения Превращения Энергии Когда Посчитали Энергию Выделившуюся В результате Большого Взрыва И Посмотрели Какая Энергия В реальном Окружении В реальном Заполнении В действительных Объектах Которые Существуют И которые Мы видим Я имею ввиду Звезды Кланетные Системы И пыль Все что угодно Все было Подчитано И с удивлением И с ужасом Ученые Поняли Что Не сходятся Эти цифры Нужно Предположить Что есть Нечто Что мы Не можем Зафиксировать Вот это Самое Нечто Как раз И послужило Основанием Ввести Вот этот Термин Темная Материя Оказалось Что мы С вами Являемся Представителями И Субъектами Которые Имеют Возможность Созревать Окружающий Мир Что Вот это Реальное Вещество Составляет Порядка 4,5% Из 100 24% Отводится Черный Темной Материи И Порядка 70% Отводится Темная Энергия Таким образом Вот такая Интересная Ситуация Сложилась И вы Конечно Все Прекрасно Понимаете Что Физики Не могут Смириться С тем Что нам Что-то Неизвестно Они начинают Разрабатывать Теории Создавать Значит Модельные Какие-то Схемы Которые Позволили бы Нам Объяснить В рамках Известных Представлений Процессы Которые Происходили После И Во время И после Большого Взрыва И Я должен Сказать Что Здесь Сопутствовал Большой Успех И в рамках Теории Большого Взрыва Действительно Лежит Основа Вот эти Стандартная Модель Которая Учитывает Четыре Фундаментальных Взрыва Эту модель Впоследствии Была Дополнена Митрину И была Дополнена Бозоном Хиггса Замечу Что в этой Модели Очень много Пока Неясность Но тем не менее Все Что мы видим Хорошо Укладывается В рамках Этого Я все Таки Тем не менее Позволю Себе Покритиковать Эту Модель Она Связана Моя критика Направлена На то Что на Некоторые Нюансы Некоторые Эффекты Стандартная Модель Не может Дать Разумевать Это Например В момент Большого Взрыва Очевидно Происходит Выделение Равного Количества Значит Вещества И Антивещества И вдруг Ни с того Ни с сего Антивещество Исчезло Стандартная Модель Не состояние Объяснить Эту Собственно Таким образом Произошло Нарушение Симметрии Вот В результате Этого Большого Ну Там Имеется Также Еще И очень Много Других Нюансов Один из Которых Связан С темной Могией Вы знаете Коллеги Когда Несколько Пару лет Назад По-моему Проходил Значит Связь Телевизионная Нашего Института Московского Университета По-моему Сибирского Университета И туда Попала В эту Компанию Наш Университет А я был Куратором Подератором Этого Хозяйства Естественно Я попытался Получить Ответ На вопрос Так что же Существует Либазон Хикса Для темной Материи И темной Энергию На этот вопрос Конечно Нет ответа И нет ответа Потому что Стандартная Модель Не дает Этого Поэтому Оказывается Большой Адронный Калайд Калайдер Как раз И был Сознан Для того Чтобы Последить Справедливость Стандартной Модели В ходе И в результате Большого Узрена Вот Это все Сразу же И конечно Необходимо было Найти Базон Хикса Который Был Введен Используя Уравнение Энштейна Для того Чтобы Так называемым Лиандно Членем Чтобы Показать Что Эта Масса Возникла В момент Большого Зрыва И поэтому Базон Хикса Как раз Явился Той Частичкой Которые Часто Назывались Божественной Частичкой Которые Сообщили Вот эти Массы И Этот Базон Был Открыт Был Открыт В 12 Году В 14 Была Учена Нобелевская Премия Дум Автором Кроме Хикса Там Был Еще Один Его Коллега И Это Конечно Очень Приятно Но Несмотря На то Что Вроде бы Мы Сделали Колоссальное Открытие Все Подтверждается В рамках Вот этой Стандартной Модели Тем Не менее Все Таки Многие Вопросы Касающиеся Нарушения Четности Касающиеся Причин Возникновения Антигравитационных Вот этих Проблем И так Далее И так Это Первое Во второе Чезвычайно Важно Знать В чем Все-таки Причина Черных Дыр То Что Я Вам Только Что Рассказал Это Все Делается В рамках Гипотез Можно Можно Ее Программировать Оказывается Возможно Такие Размерности Где Гравитация Может Димитировать Ну Эту Единю Можно Продолжить Коллег Сейчас Сейчас Большой Временем Я И Образовался Наши Сон Все Это Вначале Было Чрезвычайно Горячо Все Это Собиралось По кусочкам Стали Формироваться Вот эти Квазипланетные Системы Которые Были Чрезвычайно Расскорены Там Шли Значит Процессы В частности На нашей Планете Когда Тяжелые Элементы Типа Железа Опускались Вниз И Формировали Вот это Железное Ядро Отвечающие За магнетизм Нашей Планеты А Горя и Легкие Оставались На поверхности И Таким Образов Происходило Остывание Планеты В Течение Полутора Миллиардов И Уже Образовался Вот это Корк Корк И Вращение Вокруг Оси Осуществлялось На нашей Планете За 6 часов Никакой Луны Не было И Впомин И Вдруг Ни с того Ни с сего А Это Следовало Вообще Говоря Ожидать В те времена К нам Направился Вдруг Значит Эта Экзопланета Маленькая Типа Марса И Если Мы Только Произошел Центральный Удар О Котором Мы Говорим В курсе Физики То Мы Сейчас С вами Не сидели Нас О Котором Потихонечку Охлаждаться Собираться И В конечном Чете Сформировалась Луна И нам В этом Смысле Крайне Повезло Потому Что Эта Луна Отстабилизировала Значит Эффект Вращаем Движение Нашей Нашей Планеты То Мы Представляем Собой Гироскоп Который Вы Говорите При Изучении Курса Физики Так Устойчивость Этого Гироскопа Была Гарантирована Нашей Горьки Но В то же Самое Время Произошел Сильный Удар Который Вызвал Прецессиальное Движение Оси И Таким Обзор Ось Отклонилась На Известный Уголок Относительно Плоскости Эклиптики А таковое Называется Плоскость Арбиты Земли И Всех Остальных Населений Нашей Солнечной Системы И Вот Это Послужило Основанием Для Смены Времен Года На Наших Лагерях Так Что Вот Уважаемые Коллеги Я Не Говорю Вам О Происхождении Жизни Потому Что Чрезвычайно Важный Вопрос Возникновение Живого Из Неживого И Как Показал Оказалось Здесь Большую роль Сыграли Кометы Которые В свое Время Падали Чуть Не На Каждый Квадратный Метр Земной Поверхности Принося Миллиарды Тон Воды Отсюда Образовались Вот Эти Все И Когда Метеориты Кометы Поверхности Обладали Колоссальной Скоростью И Они Синтезировали Органику Из Неорганики В конечном счете Все Прилетающие Сюда Объекты На своей Поверхности Несут РНК И РНК Попадая В океан Температура Которого В то время Была 36,6 Граусса Я надеюсь Вы Делаете Какую-то Назад 36,6 И Вот Там В этом Бульоне Луна Тогда На расстоянии 60 тысяч Километров Вот Эти Волны Все Перемешивали И Создавались Условия Различных Комбинаций Вот Этих Вот Комлекулярных Цепочек Которые Приведут Создание ДНК И Таким Образом Живое Возникло Из Неживого Вот Такой Семья Поэтому Если Мы хотим Встретить Своих Собратьев Где-то Там Необходимо Чтобы Эти Условия Для Биологической Жизни Корреспондировались С теми Что Пережило Наш Коллеги Я Не буду Сейчас Посвящать Вас Последую Информацию О Состоянии Структуры Планет Солнечной Системы Это Можно Всегда Сделать Самостоятельным Образом Я Просто Хочу В заключение Своего Сообщения Сказать Что Несколько Нет Назад Американцы Запустили Космические Станции Типа Вояджер В плоскости Эклипти И эти Станции Получили Колоссальную Информацию Облетая Каждую Из Вот этих Девяти Я позволю Себе Именно Эту Цифру Назвать Потому Что Даже Около Плутона Пролетали Эти Станции И передали Удивительную Информацию И вот Когда Они прошли Уже Всю Солнечную Систему Это Более 110 Астрономических Едниц Был Запущен Сигнал Из Хьюстона Из Центра Управления Этим Полетом Была Развернута Эта Передающая Аппаратура И Вот эта Станция Передала Снимок Нашей Солнечной Системы И Когда Смотришь На этот Снимок Удивляешься Что На этом Снимке Наша Планета Выглядит Некропикселем Некропикселем Вы знаете Нет До сих пор Ни одного Прямого Доказательства И даже Косвенного Доказательства О том Что Есть Планеты В которых Существует Жизнь На Магер Наш Мы Научились Строить Сложнейшие Приборы Которые Даже В другой Галактике За Миллиарды Цветовых Лет Позволяют Оценить Химический Состав Вот этой Атмосферы Нет Несмотря На то Что это Твердодельные Планеты Несмотря На то Что там Вода Может Существовать Жидком Состоянии А это Непременный Отрибут Клеточных Структур Поскольку Они входят В мембрану И поэтому А в мембране Как раз Происходит Развитие Вот этих Клеточных Структур Вы сами Понимаете Для получения Одной И далее Многоклеточных Организмов Нет Ничего Подобного И очень Странно Глядя на это Отдавать Себе Отчет Насколько Безрассудно Население Нашей планеты Относится Вот к этому Оазису Сколько Вот этих Совершенно Глупейших Войн Которые Так сказать Демонстрируют Что интеллект Некоторых Представителей Это Ниже Клинтуса Мне не хотелось Б дальше Сопровождать Эмоциональный Эпитет Таким образом Вот я вас С вашего Разрешения Познакомил С первым Приближением Эволюции Вселенной Мир Трехнической Благодарю за внимание Аплодисменты